Доброе утро! Все прекрасно понимают, что Украина страна многонациональная, в которой живет по непроверенным данным до сих пор от 8 до 14 миллионов этнических русских и много других национальностей. У всех, и у крымских татар, и у украинцев, и у болгар, и у румын, которые живут на Украине, и у русских есть и родственники, и друзья, конечно, в России. Собственно говоря, с родственниками я не поддерживаю давно уже отношения в России, но друзей у меня много. Все друзья, с которыми я общаюсь, в принципе, они знают правду, они все следят за событиями в интернете. Главное, конечно, проблема добраться до тех, кто безоговорочно верит российским средствам массовой информации. Собственно говоря, эта акция «Позвони родственнику или другу в Россию», она, так сказать, касается не только родственников и друзей. Мой хороший друг из Брусиловского района Житомирской области, бывший офицер-танкист Андрей Майструк, написал обращение ко всем своим сослуживцам, потому что он служил, как и десятки тысяч украинских военных, и в Закавказе, и на Дальнем Востоке, и в Приморском крае, и в Сибири. И, в общем-то, связи между нами информационные, информационно-коммуникационные намного лучше, чем информационные. Доброго дня. Вы знаете, еще не знаю, что про эту инициативу, мне потелефонировали лишь вчера вечером. Вчера, вранку, когда я узнала, что нужно что-то делать, то есть мы весь час что-то делаем, конечно, и доносим информацию, ну, при том, что и на Майдане, ну, все делали, что и другие каяни. Но в вечере я подумала, до кого я могу вернуться в Россию. У меня нет там родителей и нет таких близких друзей. И сранку, после бесонной ночи, я решила, что у меня есть любимая письменница, которую любят в России, любят в Украине, которая живет в Израиле. Это Дина Рубина, я думаю, вы все ее знаете. Я написала ей листа и не знала, куда отправить. Он отправил Андрею, думая, что у него есть контакты, но, наконец, повисала на Фейсбуке с закликом, что давайте делать хоть что-то, давайте доносить информацию, ломать эту блокаду, потому что, честно говоря, намовчали за эти 10 лет. Я коротко просто зачитаю цей лист, и сегодня вранці, дуже рано, я побегла до компьютера и отримала відповідь. Я написала, я представилась и написала я, дорогая Дина Ильинична, я обращаюсь к вам с надеждой, что вы смогли бы донести мое обращение к нашим российским друзьям. У меня такой возможности нет, но каждый, кто живет в Украине, должен сделать хоть что-то, чтобы прорвать информационную блокаду, которая существует в России. Ну, и пишу следующее. Полностью это письмо есть на Фейсбуке, может, будет на сайте Буквоед. У нас нет никакой коричневой чумы, фашизма, экстремизма и прочих ужасов, о которых день и ночь вещает российская пропаганда. Ценой большой крови мы изгнали с трона диктатора и его мафию, которая много лет делала все, чтобы разъединить, уничтожить и сделать нищим все население Украины. Майдан сейчас – это вся наша страна. Сейчас мы едины, как никогда. Пожалуйста, если у вас, как у великого писателя, есть возможность помочь прорвать информационную блокаду, донести эту мысль тем, кто верит в телевизионную пропаганду. Мы не фашисты, мы не экстремисты. На Майдане была не кучка людей, там были все мы. Мы боремся за свою свободу, за право честного выбора, за демократию. И этой борьбой пугаем других диктаторов, которые поставили свой народ на колени. Это письмо, я уверена, подписали бы все писатели Украины. Но собирать подписи просто нет времени. Мы не хотим войны. Мы не хотим, чтобы гибли наши и ваши сыновья, мужья, внуки. То, что произошло, неслыханное варвоство и вероломство. Но мы в Украине верим, добро победит. В таком веке я написала, мне не нужно было, чтобы перепощывали тут, в Украине, моих друзей, яких 5 тысяч на фейсбуке. Мне было важно донести эту думку в Россию.